В этом видео вы увидите секреты генератора на магнитной тяге, сделанного в США мощностью 25 кВт. Сегодня мы приоткроем завесу тайны и посмотрим, как это работает. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. Добро пожаловать на канал запрещенной науки. Сегодня мы посмотрим очередной секрет магнитного генератора на 25 кВт, который сделан был в США. Ну или приоткроем завесу тайны, как это дело все работает. Обязательно, друзья, распространяйте этот ролик, потому что о таких технологиях должны знать все. Здравствуйте, меня зовут Юрий Лосев. Сегодня 13 ноября 2015 года, сегодня пятница 13. И я приветствую всех тех, кто интересуется вопросами свободной энергии, кто интересуется вопросами СЕ. Сегодня обещанное видео, сегодня анонсированное видео о том, не о том, вернее, а просто о моей установке, которая находится прямо вот здесь сейчас. Которую, собственно говоря, я прямо сейчас, и покажу, не буду долго томить, прямо сейчас опускаю камеру и настраиваю ее на свою установку. Вот, собственно говоря, такая установочка. Вкратце о ней. Собственно говоря, есть два основных элемента. Это вот этот вот диск с магнитами. Вот здесь вот они приклеены. Я его называю силовой диск. И вот этот вот, так называемый, управляющий диск. Вот видно, что если его крутить, то, в принципе, этот вот изначально не крутится. Итак, силовой диск с магнитами и управляющий диск с магнитами. В принципе, я, наверное, тогда вот так быстренько все это дело разберу. Управляющий диск, кто смотрел прошлое видео, состоит из... Ну, пока вот он, пока первоначальный вариант, из четырех магнитов. Намагниченность у них идет... Вот так проходит у них нейтральная зона. Соответственно, вот это вот один полюс, это другой полюс. Какие тут полюса, я не знаю. Главное, что, допустим, условно говоря, если это юг, то это север, это юг, это север. То есть полюса чередуются. Чередуются. Полюса чередуются. Юг, север, юг, север. Ну, или там, наоборот, север, юг, север, юг, это не важно. Главное, что полюса здесь чередуются. Ну, тогда уж заодно и выну вот этот вот диск с осью. Соответственно, ось выну. Хотя мог бы не унимать, конечно, но для пущей важности. Значит, вот здесь наклеено четыре неодимовых магнита. Вот видно. Вот я их так сейчас буду... Показывать. Вот они, четыре неодимовых магнита. У которых намагниченность вот такая вот. То есть по вертикали проходит нейтральная ось. Соответственно, полюса вот так вот, туда вот. Ну, условно говоря, здесь юг, здесь север. Следующий полюс наклеен... Следующий магнит этот вот наклеен таким образом, чтобы у них в одну сторону... То есть, как нам показать так. Вот так, наверное, да? Надо показать. Сейчас, 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 сейчас найдем ракурс более-менее. Короче говоря, чтобы у них одинаковые полюсы смотрели друг на дружку. Ну, условно говоря, если вот это север с этой стороны, чтобы у этого север был вот с этой стороны. Соответственно, здесь у этого юг, у этого юг, здесь север, здесь север. Я эти схемы на магниченности покажу вот на той доске, с которой началось видео. Сейчас я вставлю все обратно. Покажу саму суть работы. Ну, и потом мы озвучим какие-то вопросы или проблемы, которые здесь нужно решать. Ну, собственно говоря, вот силовой диск, я его называю силовой диск, он находится на вертикальной оси, крутится и в ту, и в другую сторону. Ну, мы это посмотрим в ту, и в другую сторону. И вот в двух точках он на подшипниках. Ну, и, соответственно, вставляем управляющий диск или управляющий барабан. Ну, и, собственно говоря, я пока сейчас про суть установки расскажу, как она работает, а потом мы вернемся к теоретическим измышлениям. Итак, в чем суть? Суть в том, что если вот этот управляющий барабан повернуть к вот этому силовому диску одним каким-то польсом, неважно каким, и отвести вот этот вот барабан в такое начальное положение, и начать его так отпускать, видно, что он сам по себе, ну, конечно, это не сам по себе, это за счет взаимодействия магниных полей, вот так вот стремится повернуться, но не может пройти некую нейтральную точку. То есть он пытается повернуться, вот я его отвожу, и на этом, собственно говоря, все заканчивается. Вот я считаю, и я буду развивать это положение, что вот это вот, вот это вот движение, ведь мы же прекрасно понимаем, да, что это движение происходит за счет именно взаимодействия магниных полей. То есть я не толкаю этот диск этим барабаном, я не толкаю его рукой, я просто вот изначальное положение, так, палец отпускаю, и он пытается повернуться. Так вот, чтобы этот диск начал крутиться, нужно, чтобы вот этот барабан совершал за ним вращение. Сейчас я покажу, как это делается. Видно, да? Ну, тут, естественно, можно раскручивать до большей скорости. Вот. Так же это делается и в другую сторону, как бы проблем нет. Виден, да, что вот этот вот силовой барабан может вращаться как в одну, так и в другую сторону. Это, в принципе, для него абсолютно не важно. Это, так сказать, в чем здесь, еще раз повторяю, особенность. Особенность в том, что вот это вот движение первоначальное, вот это вот движение, оно происходит только за счет взаимодействия магниных полей. То есть вот этот вот диск, вот этот вот диск, пытается сдвинуться относительно этого вот в этой вот плоскости. Мы этим диском, этот диск не крутим. Мы только лишь подкручиваем его, чтобы движение этого диска продолжалось. Я это положение, так сказать, отстаивать, буду отставить и буду доказать. Ну, собственно говоря, идея, как бы, работы установки ясна. Сейчас я покажу, как она выглядит на уровне схем и чертежей. Так, вот, да? Так, рисую вид сверху силового диска. Именно этого. Вот этот вот компакт-диск. У него наклеен вот так магнит, вот так магнит, вот так магнит, вот так магнит и вот так магнит. Как уже было сказано, приклеены магниты таким образом, что у них одинаковые полюса смотрят в одну сторону. То есть вот так. Видно, да? То есть это юг, это север, это юг, это север. У управляющего барабана, ну, я его, во-первых, в разрезе, а не в разрезе, а на виде сбоку нарисую, вот так, да? У него четыре магнита. Четыре магнита. У них намагниченность вот такая вот. Здесь просто идет чередование, допустим, север здесь, север здесь, север здесь и север здесь. Ну что, друзья, как вы видели, все, в принципе, достаточно просто и с точки зрения логики это, скорее всего, работает. В данный момент, друзья, я как раз-таки собираю подобную модель, чтобы можно было проверить, как это дело реально работает и будет ли оно работать. Но если так логически подумать, что принцип тут здесь такой, что у вас есть две плоскости, то есть два барабана. То есть все верно. Один барабан постоянно крутится, и он имеет большую массу и, например, большие, хорошие, сильные магниты. Второй барабан уже поменьше. Он, его будет двигать гораздо легче. Он будет прокручиваться, при этом, как бы, это не будет магнитная шестеренка. И вот это нам сегодня предстоит проверить. Надеюсь, в скором времени доделаю модель, ребята, и сообщу, каких успехов я добился. Ну что, друзья, вот такое вот видео. Если есть возможность, проверяйте. Если добьетесь каких-то успехов или занимаетесь чем-то подобным, то обязательно пишите в комментарии. Также забыл добавить, друзья, что есть информация про турецкий генератор. Помните, там сломалась запчасть, и из-за этого была прервана презентация. В общем, где-то в середине августа уже будет более подробная информация, что там с этим генератором. То есть, когда будет уже повторная презентация. На этом все. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok